Сегодня у нас в гостях драгоценный наш брат, который был у нас прежде тоже, да? Наверное, многие из вас помнят и семинары, и те служения, на которых присутствовал. Вот это архиепископ православной реформаторской церкви, а наш брат в Господе Иисусе Христе. Я так рад, что я могу православного священника назвать своему братом в Господе Иисусе Христе. Вот, и он приехал в наш город уже целую неделю здесь. Многие из вас посетили семинар, который он проводит в церкви Любовь Христова. И еще на следующей неделе семинар продолжится, да? Вот, мы снова сможем посещать этот семинар. Вот, все желающие будут прийти. Вот, а сегодня он уже служил в одной церкви с утра, вот, а вечером пришел сюда к нам, вот, по старой дружбе, так сказать. И вот, и по любви к Господу и Божьему народу. Поэтому, пожалуйста, поприветствуйте его. Сергей Юрьевич Журавлев, архиепископ православной церкви. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава нашему Господу, Богу и Спасителю! Да, дорогие друзья, по старой дружбе я снова здесь с вами. И я очень рад тому, что Бог дал возможность мне быть снова в вашем замечательном городе, в Николаеве. Да, уже целую неделю проходил семинар. И еще целую неделю продолжится он. Это такой очень большой, такой двухнедельный семинар. Каждый вечер вы можете прийти также, вот с понедельника начиная и до субботы. В предстоящие шесть дней будет вторая часть семинара. И те, кто не были, вообще, кто был на семинаре, пожалуйста, поднимите руки. Ну так, часть была, но больше часть не была. Там на выходе, я вижу вот, ну, свой портрет, там я в черном, правда. Здесь я в красном. Да, и, в общем-то, ну, кому как нравится, в черном, красном, можно и так по-разному. Вот там реклама, и реклама этого семинара. Истории христианской церкви назвали семинар. И каждый вечер какая-то тема. Некоторые темы продолжаются. Допустим, вот завтра я буду говорить об оккультизме, продолжать некоторые вещи, которые я говорил в субботу. И, друзья, сегодня до утра было служение. Сегодня уже было сказано пастором Игорем. Многие-многие христиане, миллионы-миллионы христиан на земле празднуют Пасху, празднуют торжество, воскресение Христа. И сегодня я и вот братья и сестры, некоторые были в костеле там на... Забыл, как улица называется. На декабристов, да, на улице декабристов, костел святого Иосифа. И там были мы на ранней мессе. Аж в 6 утра началось мессе. Началось это богослужение с крестного хода вокруг костела. И потом было служение. И я там проповедовал на этом богослужении. И, друзья, ну вместе с католиками, там были некоторые братья евангельские, протестанты, православные. И вместе проставляли Бога Христа Воскресшего. Слава Богу. Это на самом деле, как в общении еще накануне, отец Петр, местный священник как раз, Николаевский, сказал, что вот будем искать того, что на самом деле наше единством является. Есть вещи второстепенные, третьестепенные, допустим. Но есть вещи первостепенные. Самое главное. И самая главная вещь, это сам Иисус Христос. Самое главное в Библии. Самое главное в нашей жизни. Самое главное в Церкви. Иисус Христос. И написано первое постание в Кориев, 3 глава, 11 стих. Помним, да, это местописание. Многие христиане его часто вспоминают. Я очень часто вспоминаю. Написано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. То есть только одно основание. Это сам Иисус Христос. Ни его мама, ни его друзья апостолы, ни пророки, мученики, преподобные. Их очень много разных людей было. Вот за двухтысячелетнюю историю нашей церкви с вами, истории христианской церкви, церкви Иисуса Христа, очень много было разных людей. Достойных было много разных святых, уважаемых людей. Но никто из них не смог и не может просто-напросто, даже теоретически, стать основанием веры, фундаментом веры. Только свыше сошедшей, только пришедшей с неба Иисус Христос, родившийся от Духа Святого и Девы Марии, ставший человеком ради нашего спасения. Очень хорошо, что вы даже символ веры поете. Это так здорово. Надо будет тоже традицию такую перенять в нашей церкви. Это очень хорошо. Я люблю, когда символ веры декларируется, когда мы вспоминаем, напоминаем на служение друг другу, самим себе, то, во что мы верим вообще. Утешаемся нашей общей верой. Слава Богу. И, друзья мои, в общем-то, семинар предстоит. И я надеюсь, что многие из вас могут побывать. Но кто не смог и не сможет, допустим, те смогут записи посмотреть, потому что все записывается. Брат Дима, да? Дима, брат Дима. Он снимает, он выкладывает в сеть. И уже части, все фактические части, отснятые, уже есть на Ютубе. На страничке в Ютубе, значит, церкви Любовь Христова. У них есть. И, друзья, эта неделя, ну, скажу, Пасха, она идет по, не только по католическому календарю, допустим, да, западному календарю, протестанскому. Она, вообще-то, и по библейскому календарю тоже идет, эта Пасха. Пасха, Пасха, и уже, также пастор Игорь сказал, что уже вот два дня, вот именно Пасха, торжества этого продолжается. Слава Богу. И дни опресночные, они, на самом деле, с незапамятных времен, еще с самого Моисея, являются Божьим повелением. И в эти дни не только мы хрустим Отцой, но и Бога благодарим за великий исход, за великую свободу, которую Бог подарил не только нашим Отцам, но подарил нам. Дарит сегодня всем, кто призывает имя Господне от чистого сердца, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Тогда Моисей был спасителем для своего поколения людей, но сегодня и Иисус Христос для всех поколений людей. И, друзья мои, братья и сестры, эта неделя по календарю православной церкви, она еще предпасхальная. Эта неделя, она еще называется Страстной неделей, наверное, слышали многие из вас. Страсти вспоминаются, страсти Христова, страдания Христа вспоминаются, кульминация в этой неделе. По традиции православной церкви. Хотя, многие православные церкви уже перешли на новый стиль, но на территории бывшего безбожного Советского Союза еще церкви держатся именно старого стиля. Такая традиция, она как бы, хотя железный зараз упал, но как бы традиция во многом еще осталась такая. И, хотя сейчас патриарх Кирилл вроде заявляет, что необходимо в ближайшие годы будет перейти тоже русской православной церкви на новый стиль, как и со всем миром вместе. Потому что уже все православные в мире церкви, какие существуют, кроме Иерусалимского патриархата, по-моему, и все, наверное, и старостильных греческих, все уже остальные перешли уже давно на новый стиль православной церкви. Основные, Вселенский патриархат, прочие. И, как бы, патриарх Кирилл Московский заявил, что в ближайшие годы, скорее всего, будет присоединение русской церкви православной к этому общихристианскому календарю, который стал уже общим христианским календарем. Но, господа, время продолжается еще по старому стилю и в русской православной, и в украинской православной церкви. И на страстной неделе я хочу, как реформатор православной, кое-что вспомнить. О страстной неделе. То, что многие евангельские верующие, в общем-то, ну, должны знать, на мой взгляд. Потому что мы живем в этом обществе, где все-таки подавляющее большинство людей, больше половины, однозначно, на себя называют православными христианами. И при всем уважении к протестантским церквям, но православным церквям является церковью большинства, считается. Так вот, и друзья мои, конечно... Не хочется сразу так о печальном, как бы, но... Ну ладно. О страстях. О страстной неделе. На этой неделе есть такая проблема. Кстати, вот слава Богу, что вы не такие ритуальные, как... Я, честно говоря, в костюре с ним побывал на служении, там традиция, там поклон. Там, значит, что... Вот, как бы, уже, честно говоря, отвык от традиций. Таких, ну, честно говоря, даже и западная традиция мне малоизвестна, вообще-то. Больше восточная традиция, православная мне известна. Но я подумал, Боже мой, как хорошо среди евангельских верующих. И, как бы, знаете ли, пока там место шло, я там, ну, не знаю, много раз просто Бога благодарил, что, ну, как бы, свободен от всего этого. Да, и с ужасом, знаете, с отраганием, так, внутренне вспоминал те годы, когда я жил, вот, примерно похожим, ну, такого, на восточный манер традиции. Слава Богу! Сейчас от моей традиции мало что осталось, может, реакция, может, я не знаю, и еще некоторые элементы. Но, в общем-то, слава Богу! И, так вот, ну, традиция, ладно, это, как бы, такое уже второстепенное, конечно, как мы Бога проставляем. Есть какие-то разные устои, твердыни, там, или, там, не знаю, традиции в церквях. Но есть вещи, которые при всем, как бы, значит, разнообразии традиций, они являются духовно опасными вещами. И вот, как раз, Страстная неделя, она духовно для Православной Церкви самая опасная неделя. Дело в том, что на этой неделе, как раз на Страстной, проклинаются евреи, проклинается еврейский народ. От лица молящихся, священники, десятки раз, значит, проклинают евреев. И это совершается по Православной Церкви всей, фактически, у нас именно. Другие Православные Церкви в мире, они уже, в принципе, отказались от этой практики. Тот же самый Вселенский Патриархат давно уже отказался. Вот Финляндия, Православная Церковь в Финляндии тоже уже давно отказалась очень, даже официально они каялись. Румынский Патриархат публично даже каялся, отрекался от этих молитв, они переиздавали на румынском языке всю литературу богослужебную, уже без этих текстов проклятий. И, в общем-то, на сегодняшний день единственная церковь в мире из больших церквей, которая по-прежнему еще сохраняет вот эту неправильную традицию, что ли, это Русская Православная Церковь. К сожалению, до сих пор это как бы не искоренено. И больше того, к сожалению, нынешний Патриарх Московский, он, как бы я вижу, не чешется в это направление, как проще говоря. Хотя, в свое время, я помню, в 91-м году, когда меня только в священники рук положили еще, я помню, как раз было, я служил в России, в Русской Православной Церкви, тогда священником уже первый месяц еще. И была публикация в журнале Родина, еще в каком-то журнале интервью с иерархами, и там, значит, было интервью с митрополитом тогда, смоленским, калининградским Кириллом. И, среди прочего, корреспондент спросил тогда митрополита, нынешнего патриарха, вот отношение к еврейскому вопросу его и отношение Церкви Православной Русской к еврейскому вопросу. И мне это запомнилось, потому что не только я это прочитал, но как бы это обсуждалось. Я служил тогда в Рязани, в Борисоглебском соборе города Рязани, и нас тогда немного было священников в Рязани, но все были как бы, ну, как бы, кто-то напуган, кто-то, ну, как бы, ну, заинтересованы, по крайней мере, вот этой публикацией. И нынешний патриарх, тогда митрополит Смоленский, сказал там, что сам он за то, чтобы Церковь покаялась в этих вещах неправильных, и больше того, он сказал, что в интервью, что он за то, чтобы вся Православная Церковь, как бы, пересмотрела еврейский вопрос в духе Второго Ватиканского собора. То есть наподобие того, что было в католической церкви в 60-е годы. А что было в 60-е годы на Втором Ватикане? Было покаяние в антисметизме. Больше того, папа, перед тем был папа Иван XXIII, потом Иван Павел II. Так вот, Иван XXIII, он немного правил, и так скоропостижно, очень таинственно он скончался. До сих пор ходят такие слухи, что его свои же, как бы, и устранили доброжелатели, иезуиты, скорее всего. То есть есть такие, как бы, такие, ну, даже не то, что слухи, а факты некоторые есть к этому, к сожалению. То есть даже сама структура религиозная, она может, ну, не стесняется порой устранять своих же людей. И в том числе, даже если это сам папа Римский. Так вот, и что же не могли многие простить Ивану XXIII? То, что он произнес молитву покаяния перед евреями. Он, больше того, он первый папа, который обязал по всем костюмам, по всему миру, по всей планете, эту молитву в храмах произнести священникам перед всем народом. Это было шоком. Настолько, что там многие священники, десятки, сотни там даже священников отказывались считать и вышли из состава традиционной католической церкви. Епископы, кардиналы объявляли бойкоты даже и заявляли, что это вызовет раскол внутри католицизма. И к старой католической церкви многие отошли тогда, традиционные католики, были напуганы вот этим призывом. А сам, значит, папа тогдашний, он в Ватикане прочитал эту молитву и в присутствии многих евреев и ортодоксальных евреев и была попытка примирения. И вот вскоре после его смерти трагической, тогда новый папа, избранный Иван Павел II уже, он не так может быть, конечно, радикально, но продолжил в какой-то степени вот этот процесс. И, знаете ли, Второй Ватиканский собор, он постановил некоторые очень интересные вещи. Слава Богу, что были какие-то попытки реформации. Допустим, новые костелы, они были уже без мощей, допустим, вот священники, как вот сегодня, кто если был там, значит, на служении, в костере, или зайдете, посмотрите, допустим, как проходит месса, литургия там католическая. Священники обращены лицом к людям, они не стоят затылком к ним, они обращены лицом к людям. Служение не на латинском языке, а на русском, украинском, польском, на языке понятном людям. Конечно, это были шаги очень хорошие. И, конечно, очень важно, что по решению собора тогда католические ученые занялись переводом, новым переводом, и все тексты богослужебные были изданы уже без текстов антисемитских. То есть, наши западные братья католики, они, в общем-то, проклинали евреев не меньше, где-то даже порой больше, чем мы православные. Но и у них был целый пантеон этих святых антисемитов, таких фашистов, будем так говорить. И они их деканонизировали, объявили этих святых, которых, в общем-то, использовали как раз нацисты, идеологи фашизма, их деканонизировали. Но это было на Западе. На Востоке православные церкви, которые были в свободном мире, или же более-менее в свободном мире, они присоединились к этому процессу в начале 70-х. Но Русская Православная Церковь официально не присоединилась. Хотя в 71-м году была попытка реформы, неудачная, она была остановлена, КГБ. Это попытка. Ленинградский и Новгородский такой был, митрополит Никодим, в разговоре вчерашним с ксенцами, они знали об этом человеке, тоже много читали, был такой Никодим, митрополит, который, в общем-то, в своем выступлении в Москве на соборе, тогда патриарха Пимена избирали, избрали, значит, в Москве. Так вот, и он сказал о необходимости присоединиться к решениям, ну или же рассмотреть подобное, и присоединиться вот к этому решению Второго Ватиканского Собора, сделать нечто подобное, что сделали в православной церкви, и отказаться от проклятия в адрес еврейского народа, и, ну, в общем-то, много что интересно решить. Настолько сильно были напуганы чекисты всем этим, что экстренно на Лубянке было собрание, которое постановило единогласно, протоколы этого постановления были опубликованы уже после вводения безбожного Советского Союза, значит, было единогласно принято решение о физической ликвидации этого митрополита, потому что он представлял угрозу безопасности внутренней и внешней политики Советского Государства. Так было заявлено генералами и вот лидерами в числе которых были многие известные тогда чекисты. И после этого заседания митрополит, как было в некрологе написано, почти скончался от сердечного приступа, но на самом деле это было, значит, конкретно было спецзадание КГБ СССР. И это было обнародовано в документах российского парламента Госдумы в 91-92 годах, когда публиковались многие секретные материалы тогда. Комиссия по КГЧП это публиковала. Но я сейчас, почему вспомнил сейчас об этом человеке, о Никодиме. Кстати, меня предполагал в 91-м году в священнике, а перед тем в дьяконы, архиепископ, впоследствии митрополит Симон Рязанский-Касимовский. Он был саратником Никодима. И, в общем-то, он был его, будем так говорить, ближайшим товарищем по жизни и ближайшим другом. Он не такой харизматичный, не такой яркий, как Никодим. Никодим был очень такой, знаете ли, в духе обновленцев 20-х годов. Он очень радикальный, как он был, за словами не лез в карман никогда, значит. И, в общем-то, очень яркие были его выступления. Даже цензурные, вот эти вот, знаете ли, редактированные, его речи в журнале Московской Патриархии делали шум большой среди священства, знаете ли. Так вот, и скажу, что не могли простить ему некоторых его реформаторских идей, но это был предтечий реформации, один из предтечий реформации. И в 71-м году на соборе в Москве именно Никодим, единственный спикер этого собора, который заявил о необходимости вероучительных реформ в Русской Православной Церкви и отказ от проклятий в адрес еврейского народа. Уже позже, гораздо позже, уже в 80-е годы, об этом, но не на таком высоком уровне, но тоже говорил другой известный православный священнослужитель, отец Александр Мейн, протеерей Московской области, в старой деревне он служил. И, в общем-то, этот священник, еврей по национальности, священник православный по призванию, христианин, убежденный, такой верующий человек, он прошел эволюцию определенных богословий своем от традиционализма к Евангелию, от православия как религии, как культуры, именно к Евангелию Христа, к евангельскому православию. И если в начале своего служения он больше именно был традиционалистом, таким как бы священником, то уже в конце пути своего последних годов, особенно он был именно евангельским мыслящим, верующим человеком. Я в Израиле встречал, в Америке встречал, в Европе тоже встречал некоторых православных, некоторых вообще христиан разных даже церквей, мессианских общин, те, которые пришли к Богу через отца Александра в свое время, посещая домашнее общение, чайпитие, после храма принимая участие в этих Агапах, вечерях любви, общениях за самоваром. Знаете ли, это, ну, фактически вся московская еврейская интеллигенция, православные многие съезжались туда на общение. О Боге, о вере, во время коммунизма еще, во время безбожия, это оголтелые пропаганды 70-х, 80-х годов, хотя уже шло к занавесу, но зверь еще был, хотя уже ранен и смертельно, но еще очень опасный был. И знаете что, и в это время, во время этой смуты, знаете ли, когда по-прежнему еще пытались идеологи, знаете ли, вожди народа, пытались говорить, что Бога не было никогда, и нет, вообще не будет, пытались по-прежнему еще промывать мозги населению, но были люди, которые не могли верить этой лжи больше, которые хотели знать правду, которые понимали порой интуитивно, что Бог таки есть где-то, знаете ли, Он где-то существует. Ну так вот, и через отца Александра очень многие приходили к вере, к Богу, и отец Александр, он, знаете ли, тоже именно эту еврейскую тему поднял, но ему многие говорили, о, ну понятно, ты и сам еврей, поэтому еврейскую тему поднимаешь. Он говорит, нет, дело не в том, что я еврей, а в том, что самоотношение должно быть правильным, библейским отношением, дело не в национальности даже. Ну да, как евреям, конечно, ему, безусловно, коробило читать тексты, где пропинаются его народ. Ну, понятное дело, что он человек разумный, в конце концов. И, как говорил Сергей Сергеевич Аверинцев, академик московский, заходя в храм, я говорю, снимай шляпу, но не голову же. Ну, понятное дело, что человек вопросы эти поднимал и в кругу общений, и потом в публикациях всевозможных под псевдонимом правдолюбов, но его, как бы я просто и вычислила, нашелся стукач, один при храме, который, в общем-то, выдал его, и его, в общем-то, чуть не посадили тогда, еле-еле отмазали, знаете ли, от тюрьмы. Но скажу, что такому нелегальному еще журналу, самоздатовскому еврею в СССР, он сказал всю правду тогда об этих текстах, проклинающих еврейский народ. Конечно, и как еврей, и как священник православный, он знал, о чем говорил, он говорил это с болью на самом деле, потому что он до последнего дня молился именно о реформации, реформе в церкви, о том, чтобы на самом деле пришли эти изменения. Ведь есть духовный закон, господа, есть то, что, как сказать, закон физический, есть закон духовный, и если мы проклинаем, вообще, по большому счету, господа, мы не имеем права проклинать никого вообще, даже врагов, даже любой народ вообще абсолютно. Мы, как христиане, если мы христиане, то мы не имеем права пред Богом проклинать другой народ. Любой народ. Свой, чужой народ, неважно. Другого человека. Мы призваны благоставлять. Даже врагов своих. Даже тех, кто убивает нас. Мы должны благоставлять, как наш учитель. Он, знаете ли, он не громы и молнии, там, значит, знаете ли, не проклятие изрыгивал, значит, на римских этих оккупантов, на торжествующих священников, там, значит, на нечестивцев. Нет, он благоставлял, он прощал, он говорил, они не знают, что творят, простим, Отец. Он прощал их. И так делали первоверующие, друзья мои. И не только первые. И сегодняшние тоже христиане так делают. Кстати, на Сретене вот недавно снился сон такой. Вот, просто не могу не вспомнить его сейчас. Такой для меня был волнительный сон. Я сейчас не частных об этом вижу сны, в общем-то, но... А это прям было как открыление такое. Знаете, во сне в меня бросали некоторые люди, одеты, одежды длинные такие, ну, как восточные. Я думал, это, может, мусульмане какие-то. Я не знаю, кто они такие. Ну, похоже на сарацинов, я не знаю, каких-то из фильмов. Они бросали какой-то песок, какие-то камешки, горстями. Ну, конечно, это не смертельно, но неприятно и больно. Я отворачивался, и как, наверное, как шарф на летит, то есть я закрывался, и никуда не убежишь. Вот в чем дело. И какие-то люди там были, и я как бы что-то почему-то обратился к ним, что кричу, ну, как бы, закройте меня от этих. Бросателей. И вот, знаете, что интересно, пока вот я так вот как бы закрывался, уклонялся, что произошло? Здесь рядом другие были, оказалось, люди. Я их не видел перед тем буквально. Вдруг увидел. Темные такие братья, я так понял, что братья верующие. Ну, вот, и в них летели тоже камешки, но не камешки, а уже камни летели. И, знаете ли, вот один такой худощавый, такой кучерявый, такой какой-то верующий, он, значит, его прямо, ну, вижу, голову разбило, там, глаз куда-то вообще, ну, жуть. В меня там маленькие камешки, а это такие, ну, с кулак, значит, там, летят камни, значит, и он там пытается закрыться, но это все разбивает ему голову, значит, там, лицо, значит, вообще, ну, жуть. Реалистично очень, как бы так, вообще, ну, жутковато. И я вижу, что он, как бы, ну, болеет, значит, больно ему, он кричит, а потом, значит, он, ну, как бы, умиротворенно как-то что-то сказал, так вот, и я понял, он прощает. То есть, в него тоже бросали. И другие люди тоже, некоторых уже, я вижу, к ужасу, да, что уже человек не дергается даже уже, все. Уже камни уже летят, а он даже вообще ни руками никак не делает, то есть, все, ну, смерть, смерть. Другие, некоторых убивают, некоторые еще живы, некоторые уже убиты. Вот такая жуткая картина. И пока я, в этот момент я даже, как бы, уже не обращал внимания, что на меня там вот эти камешки летят, такие песок, один как песок какой-то бросает, другие маленькие камешки бросают какие-то. Уже я даже внимания не обращаю на это. Так, ну, закрываясь, но больше вот смотрю вот на этих убитых. Вот ничего себе, значит, прямо вот возле меня. И представляете, потом, как бы, вот, за ними, как карта такая. Ну, не политическая, но, как бы, в принципе, как географическая карта такая, да. И, ну, я понимаю, что это вот Индия, Индия, Китай, вот, судя по очертаниям. Это не четкая карта, она себе так вот, как бы, образно так вот, как бы, с силуэтами таким, как кино показывают какие-то. И вот, и вдруг я вижу, знаете ли, вот на этой карте, где-то там в районе, ну, между Инди и Китаем, где-то там, ну, примерно так вот, по карте. Такой огонечек, знаете, как светлячок такой. И он так разгорается, горит, мерцает так вот. И я с ужасом понимаю, что вот это вот, что возле меня умер, вот этот кучерявый, худощавый такой человек, мужчин, да, молодой, он вот оттуда, он смуглый такой, и он оттуда. То есть, его там убили сейчас, представляете? Другие, и вдруг я вижу другие, как светлячки такие. Некоторые места были не столько, как светлячки, а были прямо вот они все тепленькие, светленькие. То есть, там их много вообще убило. Представляете? Я как смотрю на это, жутковато было. Но и немного как бы завораживающе за все это смотрелось, потому что это был свет именно. Светло было там. Ну и все, я проснулся, как больше не видел ничего в эту ночь. Ну, конечно, после этого, знаете ли, а я еще был накануне, там немного как бы стал так вот, не то что, ну, роптать, но где-то так было. Похоже на ропот уже, что как бы уже надоело уже, что и там, значит, там, значит, где-то наезжают, и там где-то... Ну, всякие моменты бывают. Реформация-то не только, как бы, аплодисменты. Да, и как бы... Нет, ну, экстремальных таких вещей, конечно, сейчас, ну, редко бывает когда, но тоже бывает всякое момент. Как, допустим, в России, там был случай, когда вот на юге, да, вот, не знаю, рассказывал мне, рассказывал, не знаю, но когда там приезжали, значит, после служения люди там в масках с автоматами, значит, там, значит, ну, попугали, серьезно попугали, конечно, вот, что несколько месяцев я нормально не мог потом, как бы, возобновить служение, вот, ну, больше запасения, как бы, там, за семью, конечно, вот, как оказалось, все пятеро человек, там трое масок были, двое без масок, ну, один из наших служителей, он просто нечаянно, как бы, он вышел из раньше служения, и он одного из них, ну, узнал, вот в чем дело. А потом стали узнавать про всех остальных, оказались все эти пятеро, все ленты действующие. Именно они приехали, но они без погон, просто камуфляж, значит, в масках трое, двое было без масок, вот, эти трое были с автоматами, значит, знаете, как будто какая группа захвата, что-то, как в кино, знаете, вот так вот. И ничего не говорят, значит, начинают доставать наручники сразу, значит, там, и, в общем-то, хамят. И, значит, когда я предложил, ну, хотя бы как зовут, значит, откуда, как что, чем обязан, как бы, я понял, что сейчас будут действия уже такие, как бы, ну, они на взводе уже, приехали уже на взводе. И, значит, ну, повозили, повозили, потом, значит, высадили меня возле РОВД и уехали. Я захожу в РОВД, значит, интересное кино, значит, думаю, что, ну, как бы, вот, родная милиция, значит, что, какие действия будут. Короче, меня же виновным и сделали, значит, что я, вроде, спровоцировал экстремизм какой-то там, вообще, это было в Краснотарском крае. Значит, и, значит, меня продержали там пару часов, значит, правда, недолго, но, значит, там, значит, я рассказал все, что произошло, вот, что ко мне приехали, не я приехал с автоматом, их ко мне приехали, вот, и неизвестные люди, и я их даже, и не знаю, как их зовут, и что они не представлялись вообще. А потом этот майор в конце разговора говорит, а у нас просто есть такие, бывает, проверки документов. У меня с собой, говорю, паспорт, мне даже никто ничего даже не спросил. Ну, это, ладно, это такая заметочка небольшая. Но скажу, что, вот, как бы, это все настолько, я знаю, порой пустяки, в сравнении с тем, что, ну, как бы, вот, люди другие проходят. Кстати, по поводу вот этого происшествия в Краснотарском крае, это было в Приморск-Хахтарском, значит, такой городишко небольшой, там, станица такая. Знаете, мы там как раз собрание начинали, домашняя группа, и, в общем-то, ну, как бы, хотели развивать церковь именно в этом регионе. И вот, интересно, что потом, когда из другого РУВД, в этом я понял, кашу не сваришь, ничего не узнаешь, из другого РУВД узнали информацию, просто по своим источникам уже, по знакомствам просто, просто по знакомым стали узнавать. Оказалось, приехали ФСБшники, ну, чекисты, КГБшники, то же самое КГБ, только по другим соусам. И все, значит, и сказали в том РУВД, что нужно одного попа попугать. Вот, как бы, так, не больно, но попугать. И, в общем-то, ну, у них получилось попугать. Но, знаете ли, я так потом уже, после того, ну, там были другие моменты тоже, значит, и скажу, что это такая мелочь, в сравнении с тем, что вот некоторые проходят вообще. Вот после того, с нами я увидел такие вещи, что люди убивают так вот, они еще умирают, а хорошо, ну, плохо, конечно, но они, в смысле, благооставляют, там, как бы, и так по-христиански умирают-то. И думаю, надо же, я все еще не до крови сражался, а уже, уже сок выпустил. Как бы, уже, как бы, вот уже. И, конечно, то есть, по сравнению с чьей-то бедой, твоя, кажется, уже даже и не беда никакая вообще. Вот, и, конечно, Александр, мне не поплатился жизнью, да, но он все-таки успел сделать нечто очень важное, очень ценное, конечно, и приводил людей к Иисусу. Это очень важно, конечно, особенно последний год его жизни, 90-й год, значит, за год до развала Союза его убили. И, знаете ли, Александр, он как раз поднял вопрос этот, вот, который я сегодня хочу тоже поднимать, еврейский вопрос в церкви. Я не знаю, Кирилл Гундяев, патриарх нынешний Московский, и помнит ли он свое интервью, это 91-го года. Я думаю, помнит, но даже если не помнит, надо напомнить ему это интервью. Потому что слова он говорил правильные тогда, как я сейчас рассуждаю, на основании Писания, что покаяться, отказаться от этих проклятий, потому что духовный закон, он существует по-прежнему, проклинающий тебя проклят, благоставляющий благооставлен. Есть духовный закон. И никуда от этого не денешься. В такой, знаете ли, не очень дружной семье народов нашей планеты есть народ, который Бог создал для славы своей. Есть первенцы. Божий первенец. И скажу так, что в семье народов, когда, говорю, совсем не дружной даже порой семье, где много ссор, постоянный войн, знаете ли, Бог, он, конечно, он просто творит мир, как может посылать этой страдавшейся планете свой мир. Но есть особый взгляд его на свой еврейский народ. Особый какой-то взгляд, пристальный взгляд. Мне очень нравится, что вы поете еврейские песни. Знаете ли, поете, танцуете. Сегодня, слава Богу, что в Украине это можно делать, и это делать свободно можно, слава Богу. В России, допустим, во многих регионах уже это нельзя делать свободно. И вот так открыто, как вы это делаете. Потому что, допустим, во многих регионах, вот Сибири, в частности, Дальнего Востока, я слышал от постареи-то 50-ников, особенно харизматов, вот что просят, просят, настоятельно просят, управляющие там, ну, как бы не управляющие, как называют их, ну, чекисты одним словом, КГБшники. ФСБшники просят, значит, настоятельно не петь. Ну, как бы, мы же все-таки в России живем, значит, там, как бы, а сейчас тяжелая ситуация политическая, очень, значит, как бы еврейская символика, она, как бы, режет глаза, значит, вы же все-таки не культуру еврейскую несете, а вы же, вот, говорите слово Божие, проповедуйте Библию. То есть, чекисты учат постареи, как проповедовать Слово Божье. И, значит, убирать еврейскую символику просят, значит, и особенно еврейские песни и танцы убирать. Вот, делайте русские народные песни, в конце концов, значит, танцы русские народные, значит, ну, кто же вам запрещает, там, разбивайте, вот, как бы, вот такие вещи. Вот, и знаете ли что, я не против русских народных танцев, значит, русских народных песен, не против абсолютно, но украинских народных песен, мы можем петь разные народные песни, значит, и Бога проставлять, конечно, значит, да, безусловно. Но скажу, что, а почему нельзя петь песни, которые, значит, именно, ну, еврейские песни, которые рождались изначально, именно как проставляющие Бога. Ну, любая культура любого народа, ну, чему греха таить, я думаю, многие это понимают, прекрасно уже знают, и в том числе украинского народа, и русского народов, в общем-то, замешано больше или меньше, но на оккультизме, на оккультом. Культура любого народа фактически замешана на этой планете. Ну, в общем-то, весь мир возле бежит. И знаете ли, и сатана, враг рода человеческого, постарался в этом отношении очень даже так вот, ну, серьезно. И культуры народов нашей планеты, фактически очень трудно найти культуру народа какого-то, где был бы хотя бы минимальный оккультизм. Единственный народ, единственная культура, лишь одна культура на планете есть, которая изначально рождалась и формировалась под именно, скажу так, прославлением Бога, ни богов, ни идолов, ничего-то еще, хотя были времена падения, но все эти песни, культуру сама еврейская формировалась. Один лишь народ в мире. Ну, не считаем, что еще там американский народ. Но это, опять-таки, сбор всяких народов, которые фундаментом избрали Слово Божье, Библию, значит, и формировали новую культуру. Но, скажу, все равно это новое веяние, новая культура. А вот именно из традиции народной, глубинных традиций, только лишь еврейская традиция является именно традицией, которая, можно назвать, Божьей традицией. И, конечно, слава Богу за свободу, которую сегодня вы имеете здесь в Украине. Слава Богу. Это ценно, это благодать. Храните, дорожите этим и просто, на самом деле, молитесь за то, чтобы Бог продолжил это время. Благовестие, время, когда, знаете ли, нам не указывают, как нам молиться здесь, что нам петь вообще, как нам благовествовать. То есть, когда мы можем просто, значит, верить Богу и делать то, что Он нам говорит, открывает нам. Слава Богу. Это очень ценно. Не везде уже это есть. А есть страны, брать эти, допустим, тот же Индокитай, Арабский мир, где вообще, ну, собраться вот так вот там свободно, был бы, ну, невозможным просто вообще. Вот так вот. Да, господа, конечно, касательно вот этой темы. Именно на Страстной неделе происходит главная кульминация проклятий в адресе еврейского народа. То есть, вот на наступающей неделе, буквально с завтрашнего дня, с понедельника. Ну, на Украине, как бы, в этом плане проблема половинчатая. Потому что примерно половина всех приходов православных и, ну, вообще традиционных, в Украине, украиноязычные приходы. Вот именно в украиноязычных приходах, допустим, Киевский Патриархат, Автокефальная Украинская Церковь, Грехкатолическая Церковь, там служение проходит по книгам на украинском языке. И в этих книгах, в этих переводах на украинский язык, издатели цензуру произвели большую. И эти тексты, где проклинаются евреи, они уже изъяты. Или же заменены на какие-то тексты нейтральные. То есть убраны вот эти тексты проклятий. Это сотни, даже тысячи текстов, предложений, глав, порой целых молитв, просто убраны из украинских требников, служебников и других богослужебных книг. Их очень много, десятки разных книг. Александр Мень говорил, что фактически в любой книге богослужебной русской православной церкви, вообще в традиционной православной церкви, есть тексты антисемитские, где либо проклинаются евреи, либо, по крайней мере, вот, ну, оскорбляются и прочее, прочее. Так вот, я в 97-м, да. В конце 97-го я впервые приехал в Украину тогда. Я до того не был никогда в Украине, я только жил все время в России. И в Украину приехал, кстати, тоже, как оказалось, по Божьему промыслу. В этом был Божий промысл определенный, слава Богу. И я приехал в первый город Украины, который я, как бы, ну, увидел. Это было Львов. Город Львов. Две недели там был я в гостях, в гостях у очень удивительного человека. Многие из вас о нем слышали. Я имел честь его тогда две недели знать и общаться с ним. Это Любомир Гуза. Тогда он был помощником кардинала католической церкви. И две недели я жил у отцов Василиан в монастыре. Мне дали келью такую, там находился я. И, в общем-то, имел возможность каждый не общаться с этим владыкой, с этим епископом, митрополитом, ну, помощником кардинала тогда, в греко-католической церкви. И познакомился там, в соборе Святого Юра, в центре Львова, я познакомился с некоторыми интересными священниками. Они были Скорпат, эти священники. Один из них, он Михаил, высокого роста такой, знаете себе, больше двух метров, ростный человек, очень такой харизматичный, вокруг него молодежь сейчас собиралась. Значит, и они Бога прославляли, там он брал гитару, они Бога славили. Прям там при соборе Святого Юра собрание проходило. Я думаю, надо же, вот это да. Молодцы. И эти священники, они, ну, как бы интересовались тоже. Спрашивали меня кое-чем, я их спрашивал, общались мы. И я что узнал, что, оказывается, все украинские техники, я спрашивал, ну, по своей теме, именно как раз я же тогда только вышел из, еще год как вышел, из традиционного православия, чуть больше года, и мне было интересно. Я еще не был готов к реформации, в общем-то, хотя к этому дело шло, к реформаторскому служению, но я интересовался. И вот я узнаю, что, оказывается, касательно вот еврейской темы, греко-католичная церковь вложила огромные деньги в переиздание, в перевод на украинский язык, во-первых, и, во-вторых, в переиздание всей литературы богослужебной. Перездали так ее много, что все украиноязычные приходы украинские, киевский патриархат, не московский, автокефальная украинская церковь, ну и, конечно же, сама греко-католическая церковь, они эти книги, в общем-то, имеют в наличии и проводят по ним богослужения. И я узнал от этих священников и от Любомира Гузера лично, что были изъяты сотни, даже пора тысячи разных текстов, предложений, молитв, там, где пропинаются евреи. Деньги были огромные вложены, но Любомир сказал, что когда у них была дилемма, были нужды всевозможные, но это очень главный нужд. Если мы сейчас это не сделаем, потом будет это очень сложно сделать. И они это сразу сделали, слава Богу. Представьте себе, то есть примерно половина украинских приходов, на территорию Украины православных приходов и греко-католических приходов евреев не проклинают уже. Это уже большая заслуга реформации. Слава Богу. Слава Богу. Больше того, многие греко-католические священники учатся благоставлять евреев. Одно дело не проклинать, но другое дело еще научиться благоставлять. Это сложно, но это надо сделать. Научиться это сделать. И Богу это очень сильно понравится. Бог очень сильно благословит. Очень сильно благословит. Бог благословит Украину очень сильно, друзья мои. Если этот процесс продолжится дальше. Друзья, и что интересно. Кстати, во Львове я пережил такой хороший стресс. В первый же день, второй день. Представьте себе, люди за место здрасте на улице говорят, что там? Слава Иисусу Христу. Я, значит, там думаю, вау. Думаю, я на небесах или я еще на земле вообще? Не может быть вообще. Люди не с мата начинают утро свое, не что-то еще там, а вот слава Иисусу Христу. Думаю, да чтобы я так жил вообще. Думаю, да в таком городе, где вот так вот люди с утра берут и Иисуса Христа проставляют. Думаю, вообще, ну это просто сказка. Ну потом понятно уже, я потом уже так присмотрелся. Конечно же там, ну я видел, что не везде там слава на самом деле Иисусу Христу. Но все-таки, думаю, хорошая традиция. Ведь сохранилась ведь такая хорошая традиция. Да чтобы в вашем городе тоже так вот, знаете, славили Иисуса Христа. Представьте себе, чтобы на площадях, на улицах города люди встречались и говорили, слава Иисусу Христу. А потом уже все свои дела там решали по бизнесу, по работе, там, значит, как-то в детском садике, еще в школе, еще где-нибудь еще, знаете ли, в городском управлении, там, в администрации, чтобы слава Иисусу Христу. А потом уже дальше. Вот так вот. И уже, думаю, язык уже не пошевелится, что точно, значит, знаете ли, чиновник скажет, слава Иисусу Христу. И уже как бы так вот уже написать, что-то такое против Божье, знаете ли, против людей, против здравого смысла, уже, думаю, рука не пошевелится уже где-то, знаете ли. Уже какой-то страх будет. Тогда уже ведь повидальность перед Богом уже будет не просто в преамбуле, в Конституции, а где-то и в его подсознании уже, что есть все-таки ответственность перед Богом. Слава Богу! Да, господа, дорогие братья и сестры. И к чему же я веду? Прошу ваших молитв о реформации Церкви Православной. И в частности, вот на этой неделе. Кого Бог будет побуждать? Ну, мы, думаю, помолимся вместе об этом сейчас. Я пользуюсь правом проповедника, хочу помолиться вместе с вами сейчас. Но прошу ваших молитв, кого Бог будет побуждать молиться, вот индивидуально, допустим, об этом, или, может быть, где-то на собраниях, я не знаю, на группах, допустим, домашних. Именно на этой неделе особенно. Пусть, знаете ли, наши благоставения, они перекроют проклятия те. Пусть наши благоставения, они при лицо Бога придут. И пусть Бог не слушает тех батюшек, которые проклинают сегодня евреев. Пусть Бог послушает нас, благоставляющих. И, знаете ли, и мы можем тоже так молиться. Я думаю, вполне обоснованно можем так молиться. Прости, Господь, они не знают, что творят. А почему? Потому что если бы знали бы все вот эти духовные правила, они никогда бы так не сделали. Кстати, я скажу еще, пользуясь случаем, что многие священники даже читают эти тексты просто в силу традиции. Не то, чтобы они там такие антисемиты были себе, знаете ли. Не то, чтобы они там что-то зла желали бы серьезно. Нет, просто это традиция. Но традиция очень дурная, очень плохая. И скажу, что ведь враг, он, дьявол, ищет место в церкви. Ищет место, и ему как бы дается юрисдикция определенная. Это очень печально. Некоторые священники садят в плену таких представлений. Допустим, много есть хороших нормальных священников. И в московском патриархате, и в других юрисдикциях. Но вопрос в чем? Многие из них так рассуждают. Как бы до нас положено или жерно во веки веков. Вот так вот, да. А другие говорят, ну и что? Ну, я не буду, а другой будет. А другие говорят, а если я не буду, меня могут выгнать вообще за это. Если узнаются. Как бы, хотя, честно говоря, в приходах очень немного религиозно-грамотных прихожан, которые могут там как бы отследить то, что ты читаешь. Вот. Хотя все-таки есть, в каждом приходе есть какие-то такие бабушки-контролеры. Да. Сосуды. Ну, конечно, здесь вопрос не просто в батюшках. Простые сельские батюшки мало что могут здесь изменить, конечно, безусловно. Вопрос, конечно, хочется, чтобы это повлияло на таком, на большом уровне каком-то. И не то, чтобы в Московской Архате все-таки были антисемитами. Кстати, я знаю, и евреи есть. Но, кстати, среди евреев, священников тоже есть много антисемитов, к сожалению. Вот такая, к сожалению, беда у нас. Но, скажу, что зависит здесь многое, конечно, от политики. Потому как сегодня, к сожалению, политики просто рассматривают порой церковь как именно инструмент государства власти. Политики, как бы, идеологии государства, культурообразующей, там, значит, там, системы. Но, знаете ли, это ненормальность. Это ненормальность, это ненормально, когда, значит, люди при деньгах, при власти диктуют условия церкви, какой она должна быть, а какой она не должна быть. Будь то там протестантская или православная, или католическая, любая. Но католикам в чем-то проще, потому что она международная организация, как бы, значит, в чем-то проще. Православным всегда сложнее в этом отношении Потому что православная церковь, она как бы национальная, как правило Тяготеет к национальной такой независимости определенной И поэтому обычно местные правительства всегда как бы контролируют вот именно такую церковь Поэтому всегда такой цезарепопизм, как мы его еще называем, в церкви присутствует Но Богу все возможно, друзья Бог может повлиять сегодня Будем молиться Я верю в эту силу, в этой молитве Пусть нас немного здесь собрало сейчас Но мы можем молиться и Бог будет слышать нас Бог может прийти и тому же патриарху Кириллу Бог может прийти другим митрополитам и бископам Он может прийти к ним ночью, он может прийти к ним днем Он может прийти в сновидение или видение У него столько пути есть Братья с Аргентины приезжали с Буэнос-Айвеса Они рассказывали, как у них там начиналось пробуждение Там вообще у них в этой стране, она была частью Латинской Америки Там сплошной католицизм и такой злой был католицизм То есть, евангельские христиане, которые там от города немного отъезжали И начинали что-то проповедовать Их там, ну, порой убивали даже Там били их, значит, там, и отбирали Библии, значит, там, сжигали Там священники неистовствовали То есть, как бы, было очень сложное время Это 50-е годы еще, 40-е, 50-е годы И как у них началось пробуждение Там, ну, небольшая группа была на окраине Буэнос-Айвеса Где собирались, ну, 50-е их называли Ну, там были разные христиане, но которые крещены Духом Святым Они вместе собирались на молитву Их было немного Но они верили в Бога И они молились за свой народ За Аргентину молились За пробуждение в этой стране И Бог давал пророчеств Утешал их, что да, хотя вас немного сейчас Но не бойся, малые стады говорят Я пошлю огонь свой на землю Пошлю, ну, Духа Святого Много и много пошлю И однажды одна женщина там была Очень такая, как бы, яркая такая Ее по всему городу знали Все священники, фактически все Потому что она всех доставала Просьбы молиться За коллегу Неизлечимо больного, значит, сына Которого, ну, врачи списали однозначно Шансов никаких Но она такая бы, она настырная, эта женщина Она всех священников доставала Священники уже не хотели, чтобы она вообще приходила к ним в храм Потому что она все время доставала Пожалуйста, молитесь за его исцеление Ну, как бы, молились Но, а что толку-то, как бы В общем-то, особо без веры молились Но ничего не случалось, по крайней мере И однажды ее кто-то пожалел Сказал, знаешь, вот Ты уже по всем костюмам проходила Но там есть небольшая группа Их зовут сектанты, как бы Но у них там, вот Говорят там, Бог что-то делает вообще По крайней мере, что-то происходит Иногда, но что-то есть там И она с этой коллегой, с сыном Туда пошла И говорит, я не знаю, сектанты вы не сектанты Но вы верите в Иисуса Христа? Да, мы верим Вот, помолитесь Во имя Господня за моего сына И Бог совершил чудо Этот коллега, он встал Это было собрание, на котором Человек реально пережил чудо На глазах у людей То есть, из собрания он вышел на своих двоих И эта женщина Настолько сильная Знаете, как самарянка Она обижала весь этот город Вот И она говорит, я видел Иисуса Короче Он в том собрании Вы говорите сектанты А там Бог сцелил Вот он мой сын Смотрите, был коллега Живой Батюшки, вот с такими глазами Кто-то говорит, это вообще Ну, сумасшествие Другие А в этом что-то есть вообще И, короче Большая часть Буэносаровских вот этих вот Костелов Пережила пробуждение тогда И многие говорят, что Благодаря вот этому чуду И вот настырности вот этой женщины Которая просто ходила И в каждый костел приходила К батюшке Показывала своего сына И говорила Вот, Бог совершил чудо И, знаете ли Многие священники Крестились Духом там святым И вот Это было еще до Второго Ватиканского собора До 60-х годов И туда прилетел Специально из Ватикана Кардинал один Который должен был Разубедить Значит, людей Чтобы остановить Это харизматическое Вот это движение Начавшееся там В Буэнос-Айресе И И доказать, что Вообще Как бы Это не от Бога И не надо нам Такого вообще Интересно И он Шел к кафедре А там собралось Народу немерено Огромный костел Говорит Собор И примерно так Как говорится 50-50 Примерно половина народа Уже было Встретено с Христом Встретили с Христом Крещеным Духом Святым А половина были консерваторы Говорили Нам такого не надо вообще И вот Ну вот Приедет батюшка Как говорится С Ватикана Он вам и расскажет Все Политику партии Значит И Представьте себе И люди молятся И вот он шел к кафедре Чтобы Ну У него был готов доклад уже Одобренный папой Все Значит там Против вот этого всего Движения То есть По сути В этом докладе Хулился бы Дух Святой Потому что Он Зайгнал что-то Вообще Действия врага Конкретно И Представьте себе Он не дошел до кафедры Свидетели этому До сих пор Многие живы И Здравствуют Этому чуду Он не дошел до кафедры И упал Священники подбежали Народ Стал взволнованно Люди стали молиться Молиться Но он не умер Он был как бы В обмороде Он просто лежал Его оттащили в сторону Потом он пришел в себя И когда он пришел в себя Он молился на иных языках Представляете Когда он встал И Потом Люди видят Стресс такой Пережил человек Он что-то видел Он подошел к кафедре И он сказал Что вот доклад Я должен был его читать Но я его не читаю Потому что Он рассказал Своё переживание Вкратце И говорит В этом что-то есть Я буду еще Буду расследовать Буду исследовать Это все Но в этом что-то есть Божье Он рассказал дальше Своё переживание Небольшом И на этом собрание Закончилось И люди молились И вскоре после этого события Вот эта волна Она стала еще больше Расти по всей Аргентине Слава Богу Представьте Бог Он действительно Всемогущий Бог Действительно Всемогущий Бог Сто лет назад Чуть больше Еще до революции Иван Степанович Он говорит Это не ложно Это точно будет Вот посмотрите И так вот получилось Знаете Как в воду глядел Революция скоро Произошла Там еще что Туда-сюда И во многих Соборах Стали священники Интересоваться Живым служением Живому Богу И приглашать Иван Степанович Пробоял в собор В том числе В этом Восстановленном Сейчас Христа Спасителя Соборе Кстати Когда он Потом писал В своем воспоминании Что во время Одного такого Собрания Он в конце Ну согласен Епископов Завершил Просто произвольные Молитвы Благоставляя Православную церковь И когда он Сходил вниз Батюшки Меня Думал Что они хотят От меня Они чуть Меня не растащили На части И все Все говорили Пожалуйста Иван Степанович Запиши нам Эту молитву Нам так это понравилось Я просто С своими словами Да ты что Молился просто С своими словами Немного Насколько они привыкли Эти дореволюционные Мозги еще у них были Знаете ли Что значит Что значит Что молиться Только лишь По этим шпаргалкам Думали Наверное он выучил Эту молитву У них она Есть такая молитва Нет Я просто молился Вот так вот Ну как есть Знаете ли Пусть Сегодня Многие священники Переживут это спасение В Подмосковье Один священник Он начал Библию читать На зло Своей тещу Обще Она была Методисткой Но она и есть Методистка Значит И он методично Тещей был Обрабатываем И просто К Библии Обратился Он мне рассказал Эту историю Свою Обратился К Библию Чтобы найти Контраргументы Чтобы тещу За пояс Заткнуть В конце концов Вот Значит И Обложился Справочной Литературой Значит Православный Антисептанский Миссионерский Подводитель По Библии Такой есть Значит Стал И сам читает Потом Значит На зло Теща Эту Библию А потом Уже не на зло А на добро Знаете ли И пережил Встречу с Богом В своей жизни С автором Этой книги Это было Удивительным Чудом И я свидетельствовал Что Чеков Он другой человек Прежний традиционалист Значит И Сегодня Он Да Он в своей структуре Остается Да Он в своем храме Слушает По прежнему Многие вещи Неправильные Делать Я так считаю Но На основании Писания Но он Я послушал внимательно Слава Богу О Христе Благоварит Своим прихожанам Не о Богородице Не о святых А об Иисусе Христе И не о мощах Не о чем-то еще Знаете ли Люди порой Там чудеса Говорят А он Об Иисусе Христе Говорит Вот нет чудес Ничего Вот И никого Вот Иисуса Христа Некоторые там Вообще Готку надрывают Вот мол На Пасху Огонь там сходит Какой там огонь вообще Ничего там нету Вообще не в помине Вот как бы Вот народу просто Лапшу религиозную Навешали на уши И как бы И вот Не хватает вилок Чтобы снять эту всю Лапшу Да Спагетти Сапан Пармезан Знаете ли Вот Конечно В общем-то Вот Всевозможные Лживые Вот эти Измышления Способствуют Как раз Одурачиванию Населения Просто Религиозному Но Надо Сегодня Людям Просто повинуться Лицом К Иисусу Лицом К Богу Воззреть на того Кого мы пронзили Своими грехами Иисуса Христа И воззреть на него И сказать Господь Благостовен Ты грядущий Во имя Господне Гряди Господь Иисус Слава Богу И Бог благостовит И спящих Христиан Спящей Динаминацией Целой даже Он пробудет Мертвый Воскресит И осветит Христос Свою церковь Давайте помолимся Друзья Это очень важная Молитва Если Есть присутствующие Кто-то Сейчас Во время этой молитвы Хочет помолиться Молитвой покаяния Не стесняйтесь Пожалуйста Выйдите прямо сейчас Вперед сюда Перед сценой Встаньте Как Иисус Говорил Что кто Меня пред людьми Исповедует И я исповедую Пред отцом Пред ангелами Очень важно Сделать это Прямо сейчас Выйдя вперед И сказав Во имя Господа Иисуса Христа Молитва покаяния Слава Богу Молодцы Что вы ходите Встаньте сюда И лицом Повернитесь к людям Сейчас Чтобы пред людьми Иисуса Христа Своим спасителем Назвать Своим Господом Богом Своим освободителем Пусть Божья Пасха Сегодня будет в ваших судьбах В вашей жизни Во имя Господа Иисуса Христа И еще кто Хочет присоединиться Не стесняйтесь Пожалуйста Присоединяйтесь Сейчас в этой молитве Бог всемогущий Я благодарю тебя За вышедший Вперед И выходящий Бог святой Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Сегодня прими Господь Молитву Божию Как филиан Как благоухание Господь Ты говоришь Что на небесах Ангелы радуются Покаянию грешников Ты Господь Говоришь Что даже об одной душе Небо ликует Ангелы радуются Ликуют Бог всемогущий Пусть сегодня Под Николаевым Ликует небеса Ликует ангелы Господь О покаянии людей Боже О молитве нашей Слава тебе Господь Давайте вместе Друзья мои Вышедшие вперед Пред этими людьми Можно закрыть глаза Можно не закрывать глаза Но Самое главное Своё сердце Бог обращает Пред теми людьми Собравшимися Пред Богом святым Пред Его ангелами Которые сейчас здесь присутствуют Также в этом собрании Сам Иисус говорил так Что кто Где два или три человека Лишь собрано Во имя Мое Там и Я посреди Он сейчас здесь Посреди нас Давайте обратимся Обратимся к Нему И скажем вместе И вышедшие вперед И присутствующие в зале Скажем такие слова Бог святой Бог святой Отец небесный Отец небесный Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я прихожу к тебе Я прихожу к тебе С верой С верой Надеждой и любовью Надеждой и любовью Благодарю тебя Благодарю тебя За твою любовь Ты отдал сына своего Иисуса Христа На распятие Иисус Христос Твоя святая кровь Пролита на кресте За меня И за всех вас. Иисус Христос, Сын Бога Живого, Помилуй меня, Брежный. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Бог, Ты мой Целитель, Ты мой Освободитель, Ты путь, Истина, Жизнь, Я принимаю Тебя, Как своего Спасителя, Ты моя новая судьба, Я отрекаюсь от греха, От проклятий беззаконных, От болезней и бесов, От болезней и бесов, Во имя Иисуса, Я принимаю Божью судьбу, Я принимаю Божью судьбу, Дух Святой, Дух Святой, Наполни меня, Наполни меня, Своей силой, Своей силой, Открой мне Слово Своё, Открой мне Слово Своё, Святую Библию, Святую Библию, Спасибо Тебе, Ты простил меня, Ты омыл меня, Ты благословил меня, Бог Святой Библию, Бог Святой, Я прошу Тебя за вышедших вперёд, Господь, Прошу Тебя за тех, Кто молился сегодня, Молитвы покаяния Божьих, Пред всеми этими людьми, Господь, Как сказано в Слове Твоём, Что кто предлюбит Тебя, Испобедует, И Ты обещался, Испобедует пред Отцом, И пред Ангелом, И Иисус, дорогой, Я прошу Тебя, Господь, Имена вышедших вперёд, Назови там, У себя, на небе, Пред Отцом, Пред Ангелами, Назови их имена, Скажи их имена, На радость всем Ангелам, О Боже, На зависть и поражение Всем бесам, Бог Святой, Пусть ад трепещет сегодня, Бог, Пусть бесы трепещут сегодня, Пусть кровь святая сегодня, Кровь Иисуса Христа, Омывает нас от всякого греха, Бог, Спасибо Тебе, Пасха Твоя совершается, В судьбах этих людей, Великий исход, И царство тьмы, В царство света, Аминь, Господь, Я попрошу пастора Игоря, Помолиться за этих людей, Благословить этих людей, Господь Святой, Благослови Господь, И мы их благоставляем, Да, Все присутствующие, Благоставляем, Каждого из них, Каждую душу, Благоставляем Божию, Во имя Иисуса, И пусть не просто руки пастора, Господь, Будут возложены сейчас на них, Но пусть Твои руки будут у них сейчас, Господь, Пусть Твоя рука сейчас коснется, И Господь, Целительная, Освободительная, И мы желаем им, Господь, Каждому из них, Боже, Бог, Боже того, О чем не просит, Или о чем помышляет, Бог Святой, Царь Небесный, Отец, И прошу за всем благословляющих, Прошу, Господь, За всех присутствующих, Во имя Иисуса, Услышь сегодня молитву нашу, Боже, Благослови нас, Господь, Благослови народ свой, Благодарю, Аминь, Иисус, Спасибо, Бог, Отец, Сущий на небесах, Всемогущий, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог, Патриархов, Пророков, Царей и Священников, Бог, Богов, Господь, Господствующий, Во имя Иисуса Христа, Я благодарю Тебя за этот день, Господь, И прошу Тебя, Боже, В эти дни Пасхи, В эти дни освобождения, Боже, Мы не просто вспоминаем то, Что Ты совершил много столетий тому назад, Много поколений тому, Боже, Но мы говорим, Спасибо, что Ты и сегодня тот же самый, И сегодня Ты тот же, Боже, Всемогущий, Благослови нас, Благослови, Отец, Я прошу Тебя во имя Иисуса, За православную церковь, За православных христиан, Особенно за священнослужителей, Отец, То, что я рассказал, Моим братьям и сестрам здесь, В Евангельской церкви, Боже, Пусть это послужит поводом не к осуждениям, Но поводом, Господь, К молитвам сегодня, И в эти дни, Которые, Господь, В календаре православной церкви, Украинской и русской церкви, Называются Страстными днями, Бог, Пусть действительно Божий, В эти дни, Наше благословение, Они перевесят, Проклятие, Во имя Иисуса Христа, Потому как мы, Во имя Господь, Идем, И призываем кровь святую, Агнца Божьего, Пожалуйста, На этой неделе, Не слушай батюшек, Которые читают тексты безбожные, Которые проклинают Твой народ, Пусть, пожалуйста, Закрой свои уши, Не слушай, Бог, Прости их, Они в большинстве своем, Вообще не понимают, Что делают просто, Бог, Как я не понимал, И делал это, И говорил эти слова, Хотя внутри что-то капошилось, Но я все равно делаю это, Бог, Я знаю, Что многие из них, Они что-то понимают, Но, Они делают это, Боже, Они заложники своих систем, Своей структуры, Отец, Я прошу тебя, Господь, За патриархов, Особенно за Кирилл, Патриархов, За других патриархов, Божий Филарета, За Господь, Божий митрополитов, Епильского освященника, Господь, Пусть не слепые, Ведут слепых за собой в яму, В это вечное уничтожение, Вечный огонь, Боже, Где уже поздно будет Всевечный столб, Текну сальс, Бог, Всему мужчину, Пусть здесь будет покаяние, Господь, Боже, И пусть те, Кто идет за ними, За слепыми вождями сегодня, Бог тоже поразвеют, Боже всемогущий, Благослови нас, Благослови, И мы благословляем Израиль, Благословляем евреев, Благословляем еврейский народ, На имя Иисуса, Боже, И благословляем все народы этой земли, И страдавшиеся планеты, Боже, Потому что вся тварь стянает и мучить, Бог всемогущий, Боже, Планету не хараден уже, Но, Господь, Мы знаем это симптомы перед родами, Эти сварки, Учащающиеся нашей земли, Нашей планеты, Господь, Говорят о том, Что скоро Ты вернешься, Ты придешь, Господь, Ты возвращаешься, Господь, Это сейсмическая активность, Чрезвычайная, Невиденная, Неспыханная в истории человечества, Господь говорит о Твоем возвращении, Боже, Кризис, Все говорит о Твоем возвращении, Бог всемогущий, Войны, Глады, О Твоем возвращении, Преследование христиан, Верующих нам, В разных регионах нашей планеты, О Твоем возвращении, Промогу, Ты собираешь своих детей, О Твоем возвращении, Это нам говорит, Мы смотрим на смоковницу, И удивляемся, Говорит, Да, Так я расцвела, Чудо есть, Бог святой, Мы ожидаем Тебя, Господь Иисус, Гряди, Господь, Благослови нас, Во имя, Отца и Сына, И Святого Духа, Аминь, 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 Аминь.